Так, ну что, раз-раз всем привет, давайте познакомимся и начнем наш вебинар. Значит, зовут меня Лохтер Вячеслав Александрович, я инженер МГТУ имени Баумана, не преподаю там, работаю инженером, но учился там, и если у вас есть знакомые, племянники, отправляйте к нам. Если не вылетят, научат. Значит, тем не менее, одновременно с своей работой инженера я преподаю в замечательном центре обучения специалистов, и сегодня будет рекламный вебинар одного из курсов. Чтобы вам можно было, соответственно, попробовать все это дело воспроизвести, ну, даже не попробовать, а я реально надеюсь, что какие-то примеры вам понравятся, вы захотите их использовать, вы должны воспользоваться методическим пособием. Значит, методическое пособие вот такое название имеет, wiki-walbo-mstew.ru, я, собственно, Вячеслав Александрович Лохтеров, ну, и здесь получается адрес моей почты, можете писать какие-нибудь, ну, мне нравится получать письма там, что пригодилось, там, лабораторная работа, или, там, знания какие-то, так что пишите. Так, ну, а я, собственно, открыл эту методичку, вот она у нас, и, значит, здесь в новостях как раз реклама нашего бесплатного семинара. Вот, ну, и на самом деле я покажу, что все, что имеет отношение к обучению, доступно вот по этой ссылке, вот, ну, в виде уроки, соответственно, и, значит, в ссылке материала по методике чтения курсов есть, во-первых, планы лабораторных работ ко всем курсам, которые я читаю, во-вторых, имеются, значит, планы рекламных вебинаров, и вот, соответственно, наш с вами вебинар, предпоследний, да, запланированный на сегодня, вот я его план открываю. Значит, еще раз повторю, что цель вебинара – реклама курса, у нас очень большая линейка курсов по Linux, и я, в общем-то, являюсь автором большинства этих курсов, ну, кроме программирования. Рекламировать мы будем вот этот вот курс, он исторически сложился как раз на основе, на прямой основе моей работы, то есть в других курсах тоже очень много практических заданий, которые я как инженер выполняю, ну, вот, но этот прямо, можно сказать, на, почти там, на 90%. Значит, в университете, в лучшем техническом вузе страны используется самое лучшее оборудование, разумеется, ЦИСКа. И не только ЦИСКа, но ЦИСКа как раз очень много хватает. Вот, и его надо мониторить, управлять, настраивать и так далее. И вот парадоксальная ситуация была то, что ПО долгое время невозможно было закупить, поэтому мы начали использовать в конце 90-х, в начале нулевых, всякие open-source решения, и вот о них мы поговорим, и в том числе о заглавной теме, Ansible, тоже, конечно, у нас с вами будет. Поэтому начинаем по плану лабораторных работ. Значит, исходная конфигурация. Исходную конфигурацию я, наверное, покажу вот таким вот образом. Значит, напишите, все ли нормально со звуком, слышно ли меня, кто-нибудь дайте знать, мне будет так веселее. Вот, ну, а по каждому ответ от вас, то, собственно, исходное состояние стенда. У нас имеется локальная сеть, вот, ну, я тут рисовать не буду, сразу скажу, что адресация у нее выбрана вот таким вот странным образом. Значит, на самом деле это кусок курса как раз того, у каждого имеется свой номер стенда. Вот я 43-й взял просто, чтобы, ну, вот 43-й и все. В этой сети имеется система, которая, собственно, будет управлять, или менеджмент станции. Вот один из ее IP-адресов как раз вот в этой сети 10-й. Про другие интерфейсы сейчас я рассказывать не буду. Значит, машина подключена к сети интернет, может устанавливать ПО, вот, и подключается через, даже через Cisco роутер. Вот, ну, в данном случае мы не будем его рассматривать. А нашими пациентами будут вот эти вот устройства. Значит, наша сеть организована с помощью облака коммутаторов. Ну, вот я три из них как бы нарисовал и, соответственно, парочку запустил. Коммутаторы совершенно не настроены. И вот как раз давайте подумаем, что можно и как сделать для того, чтобы упростить себе жизнь по поддержке вот этого вот оборудования, именно вот этого множества коммутаторов. Windows-компьютер здесь тоже как бы нам не нужен в данном вебинаре. Вот, в курсе, он есть, тоже важную роль выполняет. Вот, поэтому начинаем, значит, с исходного состояния. У нас настроен подключение в интернет через Cisco роутер, развернута менеджмент станция. И вот мы хотим иметь возможность управлять тремя коммутаторами или четырьмя, или там пятьюдесятью. Ну, у нас в университете немножко больше за сотню их. И, соответственно, в настоящий момент эти коммутаторы никак не настроены, но, тем не менее, выполняют свою функцию, потому что это устройство уровня 2, и пакеты, в общем-то, Ethernet, оно пропускает. Значит, еще раз, вот оно вот такое, голое, совершенно не настроено. Значит, ну, чтобы чем-то управлять, надо решить проблему курицы и яйца. Вот, а именно, чтобы подключиться к устройству, чтобы им поуправлять, надо, чтобы к нему можно было подключиться. То есть, оно должно быть настроено. Ну, я думаю, что у всех, кто занимается оборудованием Cisco или подобным оборудованием с текстовым интерфейсом, многие лабы, кстати, можно будет спокойно транспонировать на оборудование других вендоров. Сейчас это увидите. Так вот, я просто хочу сказать, что у вас наверняка и у нас имеется такой некий базовый шаблон начальной конфигурации. Значит, ну, я тут буду говорить, что каждому устройству назначается имя, назначается IP-адрес. Кстати, вот, нумерация имен с IP-адресами не совпадает. Ну, там, случайно, специально, это не важно. В университете у нас совпадают номера в имени с IP-адресами. Вот, ну и, соответственно, я такую базовую конфигурацию делаю. Что еще здесь мы видим с вами? Мы видим, что, значит, не используют DNS наши с вами коммутаторы, они в интернет не ходят, им не нужно. Вот, единственная станция, с которой они взаимодействуют, это сервер с забитыми гвоздями. Вот. По поводу звука, Сергей, говорят, есть звук, проверьте колонки. Так, ну и, собственно, здесь настроен SSH-доступ для пользователя root. Вот, скоро станет понятно, почему для такого странного пользователя. А может, уже понятно, вот, потому что многие команды будут выполняться с рабочей станцией Linux под управлением пользователя root. Вот, ну и, собственно, подключение SSH реализовано. Проверим, как это работает. Значит, я беру первый коммутатор и настраиваю его базовую, такая конфигурация в него. Запихиваю. Так, ну и сразу второй коммутатор, чтобы у нас с вами не забыть про это. Тоже, значит, второй коммутатор имеет четвертый IP-адрес. И, собственно, тоже мы его базово настраиваем. То есть, минимальный конфиг, такой шаблон, template. Некоторые скриптами это называют. Ну, здесь не скрипт, а именно просто кусочек конфигура. Так, второй коммутатор. Вот он у нас, коммутатор тоже включен. И тоже я. Так, проверки. Теперь с нашей рабочей станции должны эти коммутаторы быть доступны. Значит, опять же, под катом настроен DNS. Причем DNS настроен как бы... Те, кто пойдут на этот курс, не будут настраивать DNS. DNS у нас настраивается на других курсах. То есть, я стараюсь так, чтобы материал никогда повторно не надо было выполнять. Вот. Поэтому DNS настроен. Ну, и вот, собственно, можно проверить тестовыми пакетами связь. И даже можно попробовать подключиться. Switch 1 подключаюсь. И, ну, покажу, да, что можно подключиться. И то же самое Switch 2. Пока что 2 свитча будет достаточно. Вот такая. Даже не буду подключаться. Так, соответственно, мы с вами, согласно плану лабораторных работ, выполнили шаг 1. И проверки, собственно, показали, что все в порядке. Теперь, ради чего мы с вами здесь собрались. Мы с вами собрались, чтобы посмотреть варианты решения практических задач. Значит, таких задач мы с вами будем рассматривать три. Значит, первая задача. По мере развития конфигурации хочется иметь их резервные копии. Я буквально сегодня, прям вот не специально, а вот так вот случайно, восстанавливал конфигурацию вышедшего из строя коммутатора. И, соответственно, было очень приятно, что... Было очень приятно, что... Значит, она была... Она была, да. Так, Сергей, вроде есть звук. Следующее. Значит, опять же, приятно, если имеется не просто последняя копия конфигурации, а история конфигурации, протоколирование версий. Я, кстати, здесь добавляю ссылочки на разные вот... Наверное, вы ее знаете про команду архиви в iOS, значит, поддерживает большинство iOS. Мы ее не будем использовать. Вы не на курсе Cisco, вы на курсе, как бы, скорее Linux, да. Протоколирование версии. Ну, я здесь просто так вот впихнул вот эту систему контроля версии. Она очень старенькая, уважаемая. И, соответственно, вы можете ее... Можете ее тоже посмотреть. Вот. Ну, мы будем рассматривать современную. И задача три — это возможность автоматизированного изменения конфигурации множества устройств. Значит, здесь как раз выступит во всей красе наш Ansible, но мы увидим, что это не единственный способ, и не исключено, что такие альтернативные, другие или, может быть, более старые способы окажутся иногда полезнее и удобнее. Так что будет из чего выбрать. Ну, и, значит, обзор задач, и я завершу комплексными решениями. Значит, так получилось, что исторически я начинал с FreeBSD, и у нас одно время использовался вот такой вот пакетик Cisco.com. В общем-то, это такой монолитный продуктик, написанный каким-то энтузиастом, который, в общем-то, выполнял вот эти задачи, а именно резервное копирование конфигурации с сохранением изменений версии. Вот. И более того, он еще это делал именно в момент изменения конфигурации. Ну, поскольку пакетик такой широко известный в узких кругах, то сегодня мы FreeBSD мало используем, и у нас в основном Debian работает, поэтому под Debian, там несколько лет назад, лет 10, нашли другой пакет, который называется RunSeed. Вот. Он решает задачу, в общем-то, так, что-то я... здесь задача 2 и 3. Значит, на самом деле неправильно написал, но решает и первую задачу автоматическое, резервное копирование файлов конфигурации, и протоколирование, и, собственно, да, да, неправильно, да. Первый, второй, третий. Единственное, что он не реагирует на изменения конфигурации. То есть, грубо говоря, он раз в сутки обходит все указанные коммутаторы, собирает с них конфигурацию, аккуратно складывает. Вот. Поэтому, если нужна история более частных изменений, то, собственно, он, как бы, ну, не так хорош. Поэтому мы не будем использовать ни CiscoConf, ни RunSeed, а попробуем собрать что-нибудь руками, используя современные средства. Вот. Ну, и, собственно, начну я с тех вещей, которые, в общем-то, многим известны, а опыт показывает, что часто люди не догадываются, что у них уже все есть, и, может быть, даже Ansible не нужен, все будет и так хорошо. Вот. Но, учтите, Ansible будет. Так вот, значит, первая задача — резервное копирование конфигурации. На самом деле, ее уже можно смело решать, поскольку у нас из шаблона имеется возможность подключения к коммутаторам по протоколу SSH. Значит, опять же, наверняка многие знают, но многие, вот я просто преподаю и знаю, что иногда люди говорят, а что так можно было? Да, видите, я могу вывести на экран текущую конфигурацию, как бы указав команду в качестве аргумента командной строки. Вот. Ну, куда эту конфигурацию сложить? Опять же, если вы там цисковод, то слово TFTP для вас не пустой звук. Вот. И, соответственно, мы можем одним махом установить там на Debian TFTP сервер, и вторым махом эту конфигурацию загнать в TFTP сервер, потому что, ну, где еще хранить резервные конфигурации, как не на TFTP сервере? Все, пожалуйста, вот она там лежит. Вот. И даже можно рассмотреть сценарий. Вот у нас все сломалось, мы провели базовую конфигурацию нового, выднутого из коробки коммутатора. Вот. И, собственно, подключившись к нему по SSH, можем смело из резервной копии конфигурацию загрузить. Тут, правда, кое-что лишнее, да, не относящаяся к конфигурации циска, да. Поэтому будем это иметь в виду. Ну, ладно. Значит, TFTP вы и без меня знали. Вот. А мы с вами посмотрим что-нибудь дальше. Дальше, значит, на самом деле, опять же, опыт показывает, что часто люди знают, что по SSH можно подключиться для интерактивного выполнения команд, но не всегда люди почему-то знают, что SSH замечательно подходит для копирования файлов. А поскольку циска замечательно организовала конфигурацию и текущую, и сохраненную именно в виде файлов, очень приятно, значит, эти файлы копировать. Вот. Для этого нужно, правда, добавить команду для поддержки протокола СКП в наших цисках. А этой команды я специально в базовую конфигурацию добавлять не стал. Ну, чтобы было чем что-то понаправлять, управлять. Поэтому, собственно, нужно как-то массово добавить поддержку протокола СКП Security Copy на все наши целых два коммутатора. И здесь я опять, в общем-то, иду как бы от вопросов слушателей. Буквально недавно люди спрашивали, Вячеслав, а вот есть там утилита, которая может интерактивно взаимодействовать с оборудованием, причем неважно, с каким оборудованием, с цискооборудованием, неважно, по какому протоколу. Если ваше оборудование имеет текстовый интерфейс, там, через RS-232 интерфейс, либо через DELNET, либо через SSH, то, значит, EXPECT — это то, что позволит вам запрограммировать любые диалоги. Ну, еще раз, почтенно пожилая утилита, но давайте посмотрим, насколько сложно ею воспользоваться для того, чтобы добавить поддержку некоторых инструкций в наши коммутаторы. Потому что, еще раз, Ansible — хорошо, но тут как бы надо сначала к нему прийти и понять, зачем он нам нужен. Значит, это интерактивная утилита, умеет подключаться по протоколу SSH туда, куда вы укажете. Ну, в данном случае я сам язык рассматривать буду очень кратко. Вот, значит, в качестве аргумента будет передано имя коммутатора, куда надо подключаться. А дальше она подключается к протоколу SSH, ожидает, что ожидает. Надписи на экране «Пасворд». В ответ на эту надпись отправляет наш пароль. Вот, дальше что вы видите? Дождавшись привилегированного режима, символа, посылает туда команду конфигурации. Вот та команда, которую нам надо на всех коммутаторах настроить. Ну, короче, достаточно про синтаксис «Экспект» на данном этапе, потому что мы с вами не ради нее собрались. Вот, и я просто воспользуюсь этим случаем для того, чтобы показать, что некоторые вещи можно делать очень просто. Так, ну что, добавлю бит выполнения к этому скрипту. В общем-то скрипт. Вот, и дальше могу продемонстрировать. Вот на нашем коммутаторе CSK1 сейчас никакого SKP нет. Вот видите, да, поддержки SKP нет. Теперь я, собственно, беру и выполняю этот скрипт для коммутатора SWITCH1. Ну вот мы видим, как она отвечает на вопросы, значит, выполняет инструкцию, сохраняет конфигурацию и, в общем-то, ну такой момент волшебства, да, бах, инструкция есть. Почти закончили мы с «Экспектом». Еще один момент хочу показать. Значит, на самом деле, если команд очень много, то вставлять их в текст скрипта как-то не по-программистски. Поэтому ничего не мешает вам, например, воспользовавшись всем известным TFTP сервером, создать на нем файл, который может содержать огромное количество команд. Там, например, «Аксесс-лист» на миллион записей и так далее. Вот, ну у нас с вами будет одна, ну, две записи, да, вот такого формата. Вот, и модифицирует «Экспект» таким образом, чтобы он не лупил эти команды. Потому что, например, «Аксесс-лист» он так будет сбивать там несколько минут. А загрузил эти команды с TFTP сервера, в школе мы его с вами поставили, давайте воспользуемся. Вот она, значит, скопировать, ну, опять, всем цисководам известная команда «BranningConfig», да, там пару раз «Enter» надо нажать, вот она все делает. Вот, ну и таким образом я скопирую конфигурацию на второй свитч. Вот я сейчас покажу, что здесь нету никакого СКП. Вот, и, собственно, и, собственно, запускаю тот же скрипт для второго коммутатора. Так, свитч, что-то мне не нравится название коммутатора. Ошибся, да? Да, ошибся, ребята, это нехорошо. Мы сейчас поправим, да, бывает. Чипятки. Так. Так, да, 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 никто никуда не торопится. Так, и еще раз никто никуда не торопится. Вот, ну и, соответственно, показываю, да, что сейчас showrun include skp нет у нас, никакого skp, и выполняю этот скрипт для второго коммутатора. Значит, ну, фактически здесь будет мгновенно загружен файл PTFTP. Вот, и появился этот элемент конфигурации. Появился. Что теперь можно делать? Теперь, значит, экспекту мы говорим спасибо, до свидания. Вот, мы теперь можем с вами такой, ну, я считаю, более красивой, что ли, инструкции смотреть, копировать. Значит, вместо того, чтобы перенаправлять потоки ввода-вывода и прочие там страшные вещи, демонстрировать. Вот, я просто говорю, со свеча два файла running config, который там якобы хранится, да, на самом деле это, как бы, состояние конфигурации устройства. Беру и копирую на, беру и копирую на, вот, ну, и первого коммутатора давайте скопируем, чтобы там не было этих строчек страшных. Так, вот, видите, все это уже копируется, все это можно автоматизировать, резервное копирование, чего тут не хватает. Пароль от нас требуют. Вот, опять же, если вы с SSH работаете, знаете, как решается задача, как в скрипте подключиться по SSH, там что-то сделать, используется аутентификация по ключам. Честно говоря, не поддерживает IUS, который вот у меня тут на стенде расширение, вот эта аутентификация по ключам. Поэтому я воспользуюсь неправильным способом, значит, опять же, может кому-нибудь пригодится. Значит, имеется вот такая вот утилита, которая умеет вот этот вот пароль подставлять автоматически. Еще раз, с точки зрения безопасности, конечно, не факт, не фонтан, но если там все остальное сделано аккуратно, разрешение доступа, то можно, собственно, увидеть, что все работает автоматически. Ну вот, имейте в виду, что это работает и для команды просто SSH. Помните, да, show конфигурация, вот она работает. Вот, и точно так же можно, точно так же можно скопировать. Ну, я специально удаляю, чтобы показать SRV, что вот здесь вот файла SWITCH2 нету. И вот я теперь, видите, в полном все автоматическом режиме копируем. Так, ну все, резервное копирование у нас есть. А как с версиями? С версиями. Ведь каждый раз затирается файл. Вот, ну, современная система управления версиями, ГИД, вот, и я с удовольствием продемонстрирую вам такой некий getting start. Конечно, программисты используют ГИД гораздо более серьезно и, в общем-то, правильно делают. Мы с вами, администраторы, посмотрим такой минимальный необходимый функционал, который здорово нам поможет для решения задачи. Что, когда, кто изменил, вот, и, собственно, как все это вернуть обратно, да. Значит, ну, поскольку речь идет о версиях, версии будут, собственно, протоколироваться, когда они были созданы, я сейчас правильную временную зону установлю. Вот, ну и минимальное введение в ГИД сейчас вам дам. Значит, если у нас имеется каталог, в котором имеются важные файлы, и мы хотим хранить историю изменения этих файлов, то, ну, еще раз, минимальный набор, минимальный набор, то самый простой вариант. Я много времени, кстати, трачу на то, чтобы минимально работающие примеры сделать, чтобы там не было перегружено чем-то. Вот, так вот, собственно, надо зайти в каталог с этими ценными файлами, там, например, в каталог TFTP сервера, либо там, GIT-C можно запросто использовать. Кстати, очень даже полезно это делать, хранить версии всех файлов инфигурации. Ну, и дальше дать команду GIT-INIT, инициализируется репозитория GIT, которая будет в скрытом файле храниться. Вот, далее команда добавляет в этот репозиторий фиксацию всех файлов. Вот, и команда GIT-STATUS говорит, что статус, что сейчас у нас наблюдается три новых файла, которые не зафиксированы в репозитории, и чтобы их зафиксировать в репозитории, чтобы можно было вернуться к версиям этих файлов, даже если впоследствии они будут изменены, либо затерты, либо даже удалены, необходимо выполнить близкую сердце каждого программиста команду commit. Вот, значит, здесь M — это метка, которая, собственно, я придумываю сам и говорю, что вот эти изменения я решил назвать вот так вот, ну, версия там 1.1. Короче, все, теперь ничего у нас не пропадет, даже если содержимое этого каталога будет удалено. Видите, GIT-STATUS говорит, что все нормально. Хорошо, оставляем GIT в сторонке, нам же надо, чтобы все это автоматически выполнялось, поэтому двигаемся дальше. Значит, мы, собственно, подошли с вами к тому самому Ansible, который был заявлен как одна из основных тем вебинара. Вот, и, собственно, сейчас о нем начнем говорить. Но, опять же, я хочу сказать, что имеются способы, которые, в общем-то, под рукой всегда имеются. И вот та самая команда SKP, которую мы использовали для резервного копирования, видите, мы со свеча копировали в каталог TFTP сервера, прекрасно работает в другую сторону. Значит, в принципе, мы TFTP практически перестали использовать близкий сердцу, да, многих, и нам в том числе. Потому что на самом деле, на самом деле, можно создать файл конфигурации в любом каталоге. Вот я создаю файл конфигурации в каталоге root. Набить его любым количеством команд. Ну, я, опять же, думал, что такое туда набить, и думаю, а давайте мы вообще SKP отключим. Я его тут хвалю, но мы же не про него будем разговаривать, про Ansible, поэтому сейчас мы его отключим. Но отключим как раз, используя тот самый SKP. И вот, смотрите, находясь в каталоге root, никакого нет у нас TFTP, я выполняю вот эту вот команду. То есть, скопировать вот этот текстовый файл на соответствующий коммутатор. Файл якобы ранен конфиг. И вот я просто восхищаюсь всегда вот этими инженерами CISC, которые вот эту штуку придумали. То есть, записывая текст в якобы файл ранен конфиг, мы меняем поведение устройства. То есть, вообще просто супер. Я говорю, что это круто. Кстати, повторное выполнение этой команды. Смотрите, чем закончится. Отключили SKP. Да, ну и на втором коммутаторе тоже отключим SKP. Потому что для нашей системы Ansible никакой SKP не нужен. Так, ну, к Ansible. Значит, как я вдруг познакомился с Ansible? Однажды, с Ansible на самом деле я знаком ввиду, соответственно, занятия, используем на предприятии моего. Не так часто, но только потому, что мы такие стариканы и, в общем-то, вот такими вещами, там, R-командами или там что-то делаем. Но это неправильный подход, вот, и, собственно, я, как бы, на курсах стараюсь и потом с курсов это все внедрять в продакшн. Вот, надо использовать современные решения. Так вот, Ansible, соответственно, я всегда был уверен, используется для управления, как бы, Nix-системами, да, там, Linux-ами в первую очередь. Ну, вот однажды у меня хороший знакомый, преподаватель, кстати, наш бывший, Михаил Калинин, ну, иногда он еще тут появляется, преподает, прислал вот такую ссылку, вот такую книжку, вот, замечательной девушке. Ну, я имею в виду замечательный какой-то инженер, да, по меньшей мере. И, соответственно, увидел, что можно использовать Ansible и для управления оборудованием CISC, потому что имеются, имеются, сейчас мы с вами узнаем, что Ansible это модульная система, и имеются модули, которые умеют работать с оборудованием CISC. Вот, книжка толстая, хорошая, читайте. Вот, я попытаюсь, значит, вместе с Наташей прорекламировать Ansible, показав именно вот такой краткий getting start. И, во-первых, значит, гораздо меньше усилий потребуется, там, не надо читать, вот, сделайте, как я, и от этого можно отталкиваться, уже реальные задачи решать. Вот, но надо все-таки какой-то аргумент привести, почему же все-таки Ansible. Значит, как бывший программист, я испытываю сам такие, значит, желания часто, и наблюдая их у товарищей, значит, которые стали администраторами, будучи программистами. Значит, если что-то надо сделать, надо взять и напрограммировать. Вот это не очень хорошо, потому что программы, которые мы пишем сами, они тестируются только нами. И, значит, и вы, наверное, тоже, и я многократно видел, что при изменении условий ваша программа может увести себя совсем не так, как вы от нее ожидали. Поэтому лучше использовать решение, которое тестируется множеством людей. И вот, еще раз вернусь, почему же все-таки не СКП, почему все-таки Ansible. Ну, вот, один из аргументов, вот я здесь троеточие написал, да, вот, какие угодно, недостатки придумывайте. Вот, интересное слово такое, и демпатентность почти неприличная, но на самом деле означающая важную вещь. Дело в том, что если мы напишем скрипт, который что-то меняет на множестве коммутаторов, то нам надо учитывать ситуацию, что, например, часть коммутаторов недоступна в момент выполнения вашего скрипта. Ну, там, мало ли что, может, электричество выключили, или там, профилактика, или еще что-то, вот, или там, обрыв. То есть, когда у вас там 150 коммутаторов, два из них точно не работают. Вам там надо какую-то фичу развернуть, вот, и потом не забыть, что на этих двух вы это забыли сделать. Поэтому, поэтому, в Ansible, кроме всего прочего, модульности, там, и так далее, мы рассмотрим, решается вот эта задача демпатентности. А именно, он позволяет выполнять многократно команды, соответственно, не повторяя их на тех устройствах, на которых они уже были выполнены. Понятно, что многие задачи, как бы, ничего страшного не несут. Например, если мы, там, снова на 150 коммутаторах выполним эту инструкцию, но от того, что там этой команды не было, уже ничего страшного не произойдет. Ну, напрягшись, можно придумать какую-нибудь, там, задачу, например, там, генерация какого-нибудь приватного ключа, да. Если вы, там, сгенерировали приватный ключ на его основе сертификата, потом, там, куда-то это дело, сертификат скопировали, а потом перегенерировали приватный ключ, то, там, ну, короче, не все задачи можно многократно выполнять. Вот, поэтому познакомимся с Ansible. Вот, значит, книжку я вам, Наталья Самуленко, отредактировал, а даю, собственно, свой минимальный такой бетинг-старт. Вот, ну, и здесь, собственно, ссылки на статьи, которые мне помогли с этим Ansible разобраться. Значит, ну, его надо установить. Дебиан, прекрасная штука, все здесь быстро устанавливается. Так, значит, давай, прекрасная штука устанавливай, люди смотрят. Так, далее, значит, настройка списка управляемых машин. Ну, у нас с вами будет не список машин, а список, значит, оборудования ЦИСКа. Тем не менее, это выполняется через некий вот такой вот файл, напоминающий классический файл хостс, в котором перечисляются группы узлов. Ну, и сейчас мы группу узлов создадим. Значит, каждая группа должна иметь название, каждая группа должна иметь список устройств. Вот в этом примере указывается, как можно перечислять устройства, можно перечислять IP-адреса, можно перечислять имена, можно использовать вот такую вот для кластерных конфигураций суперудобно, когда у вас все узлы там называются, ноди 1, ноди 2, ноди 2053. Вот можно вот так их все перечислить. Ну, и здесь наш такой несколько некрасивый с точки зрения безопасности хак, вот, поскольку нет в моем ИУСе поддержки аутентификации по публичному ключу, то, соответственно, мы идем вот таким вот путем. Так, ага, сохраняю. Так, ну и первый модуль, с которым мы с вами познакомимся, еще раз, Ansible модульная система. Люди пишут модули для управления всем, чем только можно. Количество модулей огромное, будет расти дальше и так далее. Вот, соответственно, мы с вами познакомимся с модулем, который имеет отношение к Cisco. Значит, вот в командной строке возьмем и в первый раз запустим команду Ansible. Значит, команда Ansible будет выполняться для множества устройств, описанных вот этой вот группой. Значит, будет работать вот такой вот модуль с близким сердцу названием, да, для каждого Cisco-вода. Значит, автор модуля, собственно, настроил обработку аргументов, которые в данном случае вы видите, что содержит, что выполнил с помощью вот этого модуля вот такую команду, show CDP Neighbor, тоже знаете. Ну и, опять же, вот важный момент. Ansible по умолчанию запускает модуль на целевом устройстве. То есть, если вы хотите выполнить какую-то настройку там Linux, то вы должны на тот Linux установить Python или Python, и еще не исключено, что какие-то модули туда установить, которые будут выполняться. На Cisco-коммутатор никакие модули Ansible, разумеется, устанавливать нельзя, поэтому автор модуля сделал так, что мы говорим, Ansible запустит модуль локально, а уже сам модуль устанавливает SSH-подключение и выполняет вот эту команду. Короче, смотрим результат. Смотрим результат. И выполняет команду на каждом из целевых устройств. Значит, ну вот результат. Честно говоря, я перестал быть программистом до того, как Java Script стал таким мейнстримом, и, собственно, такие вот выводы мне не очень кажутся красивыми. Ну, шутка. Мы инженеры, нам любой вывод красивый. На самом деле это так называемый YAML, который прекрасно импортируется в структуры таких языков, как Java Script, ну и во всех современных языках. Ну, собственно, тем не менее, мы здесь видим много знакомого, а также видим, что коммутатора 3 у нас как бы нет. Видите, да. Так, значит, фундамент развернут, но дальше я повествование про Ansible прерываю, потому что надо какую-нибудь задачу хорошую придумать для этого Ansible. И вот задача, в общем-то, почти финальный шаг у нас. Значит, еще я хочу рассказать про решение задачи оперативного отслеживания изменений. Посмотрите, мониторинг факта изменения конфигурации. И, собственно, решить задачу так, чтобы, если конфигурация поменялась, то тут же она бэкапится, тут же, значит, гид фиксирует изменения, и все изменения мы могли бы видеть. Как же это сделать? Кстати, задача решена у нас немножко для другой, вернее, вот это решение используется для другой задачи. Вот, ну, а, собственно, задача такая. Надо читать лог-файлы и находить в этих лог-файлах что-то интересное, например, факт изменения конфигурации. И тогда что-то выполнять. Ну, прежде чем мы с вами вот это слово произнесем, да, Павел Тубан, повторю еще раз, на сервере, в журнале ведутся, собственно, протоколы действий наших коммутаторов, и мы выискиваем в журналах что-то нас интересующее, например, факт изменения коммутаторов. Нам придется для этого подготовить нашу рабочую станцию, а именно настроить сохранение журналов, ведущих с наших коммутаторов, в отдельный файл. Вот это элемент курса администрирования Linux. Там рассказывается про RCS log, вот, и рассказывается, что можно логи определенного типа, local 0, это тип сообщений, писать в отдельный файл. Этот файл необходимо создать. Создаем этот файл. Этот файл необходимо дать правильные права на него. Вот. Ну и еще один момент. Значит, по умолчанию система RCS log не принимает сообщения по сети, и если вы хотите это сделать, то, соответственно, должны разрешить ей это делать. И вот, опять же, элемент курса администрирования. Вот. Кстати, на самом деле, это вот в курсе, который мы рекламируем, да, интеграция с оборудованием Cisco настраивает слушатели. Так, и вот теперь можно сервис смело перестартануть, перестартовать. Вот. И получается, что перед нами стоит очередная новая задача. Новая задача. Необходимо на всех 150 коммутаторах настроить журнализацию сообщений на нашей системе сервера. И вот здесь нам Ansible как раз и пригодится. Смотрите. Значит, следующий модуль, которым мы знакомимся с вами в отношении Ansible, это модуль iOSConfig. Не iOSCommand, а iOSConfig. Значит, поскольку здесь аргументов будет очень много, то удобно оформить задачу в виде файла, который в терминах Ansible называется Playbook. Вот. Этот файл, опять же, на Ямле написан. Вот. И, собственно, содержит перечисление на каких узлах выполнить, как подключаться. Помним, да, что модуль Ansible работает локально. И список задач. Каждая задача может быть поименована или должна быть поименована. В каждой задаче указывается, какой модуль используется и с какими аргументами. И в качестве аргументов вы, многие, кто с цисками работали, видите что-то знакомое. Сообщение отправлять типа Local 0, отправлять на систему сервер, и эта команда возвращает нам SKP, пригодится SKP, вернем ее обратно, но уже используя современное решение, которое называется Ansible. Так, значит, вот я создаю файл. Так, и сохраняю. Да, кстати, там вывод был не YAML, а JSON. JSON и YAML имеют родственные отношения. Вот, но не одно и то же. JSON, конечно. Так, и одним махом запускаю эту инструкцию. Но опять не удержусь показать, что вот смотрите чудо, да, всегда хочется удивляться, а заодно и проверить. Show running, include. Так, какое у нас там должно быть лог, да, лога. Вот видите, никаких лога, инструкций, управляющих логами у нас нету. И вот я одним махом запускаю плейбук, собственно, который выполнит модули для указанных узлов. Вот, значит, вот он, соответственно, разрешил имена этих узлов и теперь пытается подключиться и выполнить. И вот смотрите, что мы с вами видим. Мы с вами видим, что отчет, да, о том, что на некоторых узлах все прошло нормально, а на некоторых не прошло нормально. И более того, нам даже сообщают, как, собственно, повторить попытку, чтобы выполнить эту команду только на тех узлах, на которых она не прошла. Так, ну, пока оставим те узлы в покое. Видим, что у нас с вами поменялось все. И должны посмотреть результат. А именно, журналы у нас с вами теперь попадают в наш файл, новый журнал, да, Warlock. Вот, смотрите, видите, попадают, да. Так, ну, давайте попробую инициировать отправку какого-нибудь сообщения. Мы с вами ожидаем, какие сообщения. Кто-то что-то настроил. Ну, на самом деле здесь даже вот так вот уже пойдет журнальное сообщение, что была произведена конфигурация. И вот мы с вами видим, как в этом файле появились сообщения. Вот, ну, и видим еще одну вещь удивительную, что журнал буквально забивается этими сообщениями. Здесь виноваты ни Cisco, ни RCSLog, ни Ansible, никто. Виноват вот этот вот GNS. Значит, по какой-то причине здесь происходит вот такая вот петля пакетов. Поскольку Cisco пакет — это UDP пакеты, то они вот так вот тиражируются. Ну, и, в общем-то, я так замерял, там могут несколько минут повторяться. Но не страшно. Для нашего с вами эксперимента не страшно. На железном оборудовании ничего такого, разумеется, не происходит, глюков. А видим мы с вами следующее, что интересующие наши сообщения имеют строчку «Configure it from console», там типа того-то. И а также, где, собственно, произошла сама конфигурация. Вот, это как раз позволяет нам вернуться к вопросу. А как бы нам сделать так, что как только это сообщение появится в журнале, мы бы взяли бы и скопировали бы обновленную конфигурацию с нашего, ну, в данном случае, свеча 1, да заодно бы и зафиксировали изменения. Вот, честно говоря, я некоторое время для решения, вот у нас немножко другая задача, мы отслеживаем попадание портов в состояние ER-Disable, вот, но я искал, кто же будет читать логи, чтобы вот запрограммировать. Если ты в логе нашел вот это, то, собственно, выполни вот то. Вот, еще раз, будучи программистом, можно написать и самому эту задачу, но я стараюсь этого не делать. И вот ничего лучше программы Fail-to-Ban я не нашел. Конечно, название ее, в общем-то, не говорит о том, что она решает нашу задачу. Она решает задачу кого-то там забанить. Но, тем не менее, давайте посмотрим и увидим, что это не всегда совсем так. Значит, я установлю сейчас Fail-to-Ban на свой сервер. Афт-инстал. Ну, как бы бывший программист, люблю копипастить, поэтому вот я ее устанавливаю. Вот, и пока она ставится, я хочу показать, что мы сейчас добавим в программу Fail-to-Ban, или лучше говорить в сервис файл-to-Ban, значит, новую функциональность, или новую секцию, или новый модуль, который назовем вот так, который будет читать содержимое вот этого файла, реагировать на одно единственное появление сообщения, нужного в этом файле. Вот, а как только... Да-да, но поскольку в этом файле сообщений много, вопрос, как нам найти нужные. Нужные сообщения будут находиться с помощью фильтра. Фильтра, который должен быть в определенном каталоге, в определенном файле быть создан. И в этом фильтре используется... Кто знает, что это такое? Регулярное выражение, которое говорит, нас интересуют строки, в которых есть вот такая надпись. Помните, да, такую надпись? А в начале этой строки ты... Fail-to-Ban хорошо ищет, в общем-то, IP-адреса и имена. Ты найдешь, где, собственно, это было выполнено. А дальше, как только ты найдешь вот эту строчку, ты должен выполнить вот это вот действие. Смотрите, как вариант этого действия. Знакомая нам команда. Скопируй... Узнаете running-config, да? Скопируй running-config в каталог, ну, пускай в каталог с tftp-сервером. Так, я сейчас, поскольку там все поставилось, первые два файла создам. Первые два файла создам. Значит, первый файл говорит, а теперь ты должен мониторить еще вот эту вот задачу, вот этот вот лог-файл. Так, отфильтровывать из него вот эти вот строчки. Вот эту тоже я возьму строчку. Так. Вот, и все хорошо, но, честно говоря, свое название файл-to-Ban оправдывает. Дело в том, что почему-то в секции action, ну, по крайней мере, я не нашел, не значит, что этого нет. Я не нашел, как в этой секции использовать имена. Вот, банить лучше IP-адреса. И, собственно, вся функциональность на то и ориентирована. Там нет фильтра, добавляется IP-адрес и так далее. Но, честно говоря, это совершенно неудобно с точки зрения конфигурации. То есть, видеть IP-адреса и вспоминать, какое устройство у меня имеет вот такой вот IP-адрес, как-то не очень хорошо. Поэтому мы с вами, вот на курсе, в принципе, такая вот делается задача. И там, типа, двигаемся дальше. А мы, поскольку это рекламный вебинар, давайте все-таки сделаем красиво. Вот как мы делаем красиво. Значит, файл-to-Ban сейчас будет выискивать вот эти строчки. Значит, соответственно, запускать действия. Но в этом действии можно использовать только IP-адрес. Но ничего страшного. Поскольку я настраивал DNS, то у меня настроено как прямое преобразование имени в IP-адрес. Именно это файл-to-Ban делает. У нас, кстати, в логах-то имена, видите? Но это зараза, и именно он делает IP-адрес. Но я и обратную зону настроил. Я же инженер, что хочу, то и делаю. Поэтому из этого IP-адреса можно получить имя. Ну, а дальше я вас убеждал не программировать, но не смог удержаться. Я написал скрипт, который будет запускаться в разделе Action File to Ban. В разделе Action File to Ban. И который, собственно, содержит следующее. Значит, написано на шеле. Ну, первое. В качестве аргумента этому скрипту будет передаваться IP-адрес. С помощью команды host из IP-адреса будет браться имя. Ну, и откусываться всякие лишние строчки, значит, вот этой вот команды. Соответственно, у меня появится имя устройства, для которого среагировал File to Ban. И дальше я беру и запускаю уже знакомую нам команду копирования с этого устройства файла running.config на tftp-сервер. Что еще мы с вами уже видели в вебинаре? Значит, далее мы в каталоге tftp-сервера добавляем файлы. Возможно, что появились новые файлы, потому что мы будем рассматривать сценарий добавления нового устройства. А дальше коммитим содержимое этого каталога. Ну, в качестве метки, чтобы не писать версию, я решил добавить вот такую вот красивую дата будет. Команда data будет, собственно... Ну, я сейчас покажу, что она делает. Она в красивом виде выводит на экран дату, время и так далее. Вот такая вот команда. Вот. Ну, и, собственно, надо не забыть сделать этот скрипт выполняемым. ch-moder плюс x. Так, ну и, честно говоря, честно говоря, честно говоря, ага, честно говоря, да, сейчас мы с вами посмотрим работу этого скрипта. Убедимся, что он работает. Ну, я хочу убедиться, что он работает следующим образом. Я опять явно удалю файл конфигурации моего коммутатора первого. И, значит, выполню, загибаем пальцы, скопирую и зафиксирую в репозитории. Попробую это сделать. Так. Значит, и так. Единственное, что я вижу, опечатка, да, здесь надо поправить методички. Мы про первый коммутатор говорим. У первого коммутатора третий IP-адрес. Итак, запуская скрипт, передаю ему IP-адрес. Что должно сейчас произойти? Должен появиться снова файл, конфигурация. И более того, должна появиться возможность просмотреть изменения этого файла с помощью git. Значит, ну и здесь вывод результат команды git. Вот. И давайте вспомним про git, что мы там можем с вами посмотреть. Значит, мы с вами посмотрели пока что команды инициализация репозитория, добавление файлов, значит, фиксация изменений файлов. Что мы можем с вами посмотреть дальше? Ну вот, например, меня может заинтересовать, какие изменения файлов конфигурации происходили, какие изменения происходили с файлом конфигурации вот этим вот. Посмотрите. Git log. И мне сообщают, что имеются две версии этого файла, текущая версия этого файла и версия, которая была перед этим. И что это разные версии. Я могу посмотреть каждый из вариантов файла, могу посмотреть конечный файл. например, сейчас этот файл у нас выглядит вот так вот. Так, и собственно, ну он фактически не совпадает, не отличается от того, который реально лежит в каталоге. Вот. А, слушайте, я... так, ну... да, не то я сделал, сочинно, был и то, очень опасный. Значит, полный файл можно увидеть вот так вот. Вот. А на самом деле, я не ожидал от команды show, Опять же, я как бывший программист работал с другими системами версий. Так вот, самая, на мой взгляд, интересная команда — вот эта. Посмотреть, чем отличается один файл от другого, можно с помощью вот этой команды. Этой команде надо передать хэш коммита, который нас интересует, и имя файла, который нас интересует. Что же в нем поменялось по сравнению с предыдущей версией. И вот, смотрите, как круто, да? Здесь явно видно, что были добавлены наши, с помощью нашего Ansible, были добавлены вот эти вот инструкции. Вот. Ну и так, собственно, можно хранить там день, год, десятилетие и так далее. Хорошо, Гиду говорим спасибо. У нас с вами готов скрипт, который проверим. И я, собственно, вишенку в торт добавляю, настраиваю это в файл-тубане. Говорю, что когда ты найдешь нужную строчку, ты запусти вот этот вот скрипт, передав ей найденный IP-адрес. А этот скрипт, собственно, IP-адрес превратит в имя, скопирует файл конфигурации, да еще и зафиксирует изменения. Ну что, давайте посмотрим, что-нибудь с вами интересное. Значит, ну, во-первых, надо сервисе файл-тубан-рестарт сделать, поскольку мы с вами... Дальше я проверю файл-тубан, файл-тубан-статус, статус, файл-тубан-клиент-статус. Да, вот он показывает, что... И, собственно, говорю, что ты скажешь в отношении вот этой секции. Вот он говорит, мониторю эту секцию, вот этот вот файл. Собственно, в файле у нас, наверное, беснования закончились. И я что-нибудь делаю на первом коммутаторе. На первом коммутаторе еще раз. Вот здесь мы с вами находимся. И пока что у нас с вами только две версии этого файла. Вздыхаю поглубже, потому что волнительный момент. И что-нибудь меняю на этом коммутаторе. Значит, конфигурей терминал. Так, ну я какой-нибудь еще раз такой простейший пример, чтобы просто вот шатдаун. Так, если все хорошо, то сейчас файл-тубан должен увидеть в журнале сообщение об изменении конфигурации, вытащить IP-адрес из этого сообщения и запустить скрипт, которому передать этот IP-адрес. Скрипт превратит IP-адрес в имя, должен забэкапить файл конфигурации и зафиксировать изменения. И если все хорошо, то сейчас должно появиться три коммита в отношении этого файла. Ну смотрите, да, повезло, да, причем каждый коммит. Вот, ну и можно, собственно, посмотреть, что же поменялось, что же поменялось по сравнению с последним коммитом. Вот, смотрите, здесь вся информация, да, значит, вот наши строчки, которые были, да и плюс еще добавился. Ну, короче, все круто. Вот, почти все, друзья мои. Давайте новое оборудование добавим, чтобы уж до конца быть уверенными, что все в порядке. Значит, у меня заготовлен новый коммутатор. Я его вытащил из коробки, запустил, запустил. Так, значит, он у меня загружается. Значит, я на него добавляю базовую конфигурацию, ничего с этим не поделаешь. Значит, третий коммутатор, такой вот пятый адрес. Значит, ага, загрузился, отлично. Делаем. Так. Александр говорит, может быть, не fail to ban, а elastic search. Александр, напишите по почте, да. Я, честно, обыкновенный советский инженер, да, и нисколько не утверждаю, что знаю все. Поэтому с удовольствием это самое. С удовольствием применю что-то другое. Но еще раз говорю, когда искал, то вот там как-то вот fail to ban показался самым вариантом простым. Итак, добавили новое устройство. Добавили новое устройство. Проверяем с ним связь. Switch 3. Switch 3. Да, да, все у нас есть. Все у нас есть. Отлично. Так, ну и теперь это самое. Смотрим у нас SRV, SRV, TFTP, да. Видите, бэкапа никакой конфигурации пока что нет, кстати, что не очень хорошо. Но если я прав, то достаточно что-нибудь поменять. А, нет, не буду я руками менять. Зачем? Зачем? У нас же есть Ansible. Тема наша какая. Я беру и накатываю изменения, используя Ansible. А эти изменения как раз заставят наш коммутатор 3 на... Так, сейчас, секунду. Они как раз заставят наш коммутатор 3 отправлять логи на наш, собственно... И как раз первое же сообщение будет об изменении конфигурации. У нас должен появиться бэкап. Проверим. Проверим. Значит, ну вот в методичке использование Playbook только для нужных устройств. Значит, я тут повторю это слово, звучащее неприлично, которое называется идемпатентность. На самом деле, модуль Cisco.conf не реализует идемпатентность. И это не хорошо и не плохо. Это факт, который следует признать. То есть, автор модуля не отслеживает. А вот эта инструкция уже набрана на нашем коммутаторе. Может быть, ее не надо набирать. Поэтому, значит, такой момент есть. Однако, сам Ansible, напомню, нам в свое время сообщил, что не на всех устройствах был отработан наш с вами Playbook. И что если вы хотите, чтобы этот Playbook был отработан, то всего лишь достаточно запустить его, указав вот этот вот параметр. То есть, сейчас ожидается, что Playbook будет выполнен только для коммутатора 3. Вот он как раз это дело показывает. Вот. И, собственно, если все хорошо, то в лог-файл появилось сообщение об изменении конфигурации коммутатора 3. И в нашем каталоге FTP-сервер, вуаля, появился файл конфигурации. Так, друзья мои, ну, что я могу сказать? Значит, почти без ошибок прошло. Мне понравилось, как вам. Вот. Можно сказать, вебинар наш с вами закончен. Вот. Играйте в интересные сетевые игры, Ansible, File2Ban и так далее. Вот. Ну, а я с вами, да. Ну, не прощаюсь, сейчас я запись остановлю, буду готов на ваши вопросы поотвечать. Так что вот так вот. Продолжение следует...